друзья всем привет вы находитесь на канале отдыха от ада я с вами как всегда ксюша александр сегодняшнем видео мы с вами прогуляемся до апельсиновой рощи покажем что есть пешей доступности возле отеля вот и в принципе если будет возможность то покажем вам саму рощу если она будет открыта всем приятного просмотра как вчера нам сказали на ресепшене это приватная территория но мы постараемся пробраться в саму гущу данной рощи она достаточно большая она достаточно большая посмотрим если там уже спелые апельсины если будут апельсины то обязательно попробуем их на вкус если вдруг не получится пробраться то просто покажем как дойти до этой рощи мы уже подходим к выходу из отеля сразу перед нами открывается вот такой вот довольно немаленький торговый центр если мы пойдем налево то выйдем на дорогу для тех кто хочет поехать в аланию собственным ходом и также покажем видео как добраться в город цен нет скорее всего здесь нужно торговаться из ассортимента есть чемоданы сумки обувь принципе скорее всего тот сувениры всякие магнитики один магнитик 3 магнитика 2 евро 10 магнитиков 5 евро или долларов то есть выбирайте какая валюта вам выгоднее цена без разницы либо 1 доллар либо 1 евро поэтому абсолютно не имеет значения ну скорее всего можно еще дополнительно торговаться цена будет еще ниже вот проходим че далее тут уже две штучки на 1 доллар или на 1 евро есть страх от лукум 5 штук 3 доллара вот такой довольно просторный магазин так и приводчики сразу напротив магазинов находится мост магазинах ассортимент немаленький цены скажу так на данный момент цены те что мы видим достаточно приемлемые точно такие же как мало и ну торговаться нужно то есть они они еще помимо этих цен дают хорошую скидку поэтому 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 возможно не не стоит даже ну заплатить за такси 25 туда 25 обратно это 50 долларов получше эти 50 долларов понимаешь потратить еще здесь сразу и то же самое причем цена выйдет выходит экономите выходит приблизительно такая же даже некоторые позиции будут дешевле поэтому поэтому лучше зайдите осмотритесь в принципе есть трансферы от трансферы от отеля в какие-то супермаркеты мы не пользовались вот но вроде когда да сразу вот напротив наш отель находится и вот это роща да будем надеяться что не придется нам сегодня лазить через заборы сейчас если нас примет полиция заодно вам покажем видео из участка вот зеленые плоды апельсин единственное здесь все в проводах сейчас будем искать как можно зайти тут еще где-то говорят гранатовая мы сейчас прогуляемся территории все посмотрим есть ли гранаты есть ли может где-то уже есть спелые апельсины вот такой вот красивый вид открывается на наш отель где-то должен быть заход саму рощу мы пройдемся вдоль покажем вам масштабы суша не хочет снимать видео из участка по моему заканчивается этот заборчик и сейчас будет спуск вот такие вот маленькие апельсинчики вот они не будем их обрывать хоть не будем хулиганить пусть они доспевают и попадают нам уже на стол вот такой вообще маханьки маханьки а вот спелый апельсин лежит давай спустимся чуть-чуть зайдем вовнутрь далеко не будем заходить но чуть-чуть прогуляемся есть вот апельсины которые уже созрели они лежат все поливается везде проходят вот такие вот поливные шланги возле каждого деревца за всем следится за всем ухаживается но ребята просто просто следят за своим так скажем хозяйством ну и на самом деле когда смотришь на эту красоту либо же из окна в отеле с балкончиков отеля либо сам просто с лобби вот достаточно приятно видеть зеленые насаждения они высохшие стволы деревьев в общем будем мы выбираться уже немножко прогулялись наслаждились этим замечательным зеленым садом вот получили массу удовольствия надеемся по чуть-чуть нам удалось передать вам красоту этого замечательного не парка этой замечательной зеленой рощи если вы будете в данном отеле обязательно ее посетите вот ну а мы будем с вами прощаться до новых встреч наших следующих видео всем спасибо за просмотр не забывайте писать комментарии ставить лайки до новых встреч пока пока здесь одна большая тоже самое две комнаты коридор везде грязно то ли это бунгало не живое было вообще очень грязно конечно все и